Привет, это инспектор ЗОЖ в Петербурге и сегодня мы пришли на главную вывеску, которая только может быть в спортивном Петербурге. Зенит Барселона. Давайте смотреть. Правда это не футбол, а баскетбол. Зенит Барселона. Каждому болельщику Зенит дарит футболку. На Сибур-арене на теннисе, когда здесь был Санкт-Петербург Оупен и сейчас нам предстоит проверить баскетбольные активности в городе Индониме, ведь сейчас Сибур-арена стала главной баскетбольной площадкой города. И перед матчем Евролиги с Барселоной здесь придуманы разные спортивные активности для детей и взрослых. Давайте смотреть и оценивать их по пяти параметрам. Традиционно это доступность, комфорт, вовлеченность людей, оснащенность и вообще впечатление. Поехали! Вот мы видим, выступает оркестр. Трубачи. Трубачи и диджей. Трубачи и диджей. Наверное, можно выйти потанцевать. Трубачи и диджей. Трубачи и диджей. Трубачи и диджей. Так, как мы видим, очень много людей в символике, в баскетбольной символике, городской. Понятно, что в городе у нас одни цвета и одна символика, может быть, вот она сегодня везде присутствует. Идем дальше, пока увидели только оркестр. О, вот это уже что-то спортивное, наконец-то для нас что-то спортивное. Здесь, очевидно, можно попробовать забросить мяч в корзину. Итак, стартуем. Поехали. Кладу один за другим практически, как Джон Роберт Холдон в лучшие годы. Мало чистых бросков. У меня осталось 5 секунд, последняя. Как 3 секунды в 1972 году против США. 28. Нормально. 28, спасибо. Очень хорошая штука. Нормально, я получил удовольствие. Кибербаскетбол. В Москве говорит, что скорее, 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 друзья, в разок на миллион. А любимая команда у вас есть? У меня на Кливленд. Кливленд. Из-за Леброна? Ну, раньше было из-за Леброна. А сейчас просто и франшиза нравится. А за Зенит болеете? За Зенит с сегодняшнего дня. А часто играете вообще в такой баскетбол? Нет. Я вот тоже, честно говоря, давно не пробовал. По-моему, последний НБА 2003 играл. В прошлый раз здесь играли в кибертеннис, теперь играют в кибербаскетбол. Так, еще один баскетбол. Видимо, нужно снова забрасывать в кольцо. А, я понял. Это то же самое, во что мы уже играли. То есть здесь две таких зоны, поэтому люди могут рассредотачиваться. Но здесь тоже приличная очередь. Но ее мы нарушать не будем. Давайте так, пока идем вокруг, уже выставим оценку за вовлеченность. Вовлеченность людей 5 баллов. Сегодня ожидается, как я уже говорил, аншлаг. И большинство людей, которые сюда пришли, они пришли не одни. Они пришли сюда с семьями. Зенит развивает семейный баскетбол. Дети и взрослые пользуются активностями, которые здесь существуют. И эти активности достаточно востребованы. Это как бы здравствуйте. Это одновременно и подстил... Можно подстелить, да, и одновременно сделать из этого стучалку. И какая-то программка, да, наверное. Универсальная вещь. Универсальная вещь, да. Так, а вот там нас ждет, похоже, что-то интересное. Детская зона. Коробочки. Сюда, видимо, какие-то лишние вещи можно сложить. Снять обувь и пройти в детскую зону. Здравствуйте. Здесь у вас, получается, можно порисовать, да, раскраски, все дела. Порисовать, но делаем дешевле, а кто-то подкрыть. Ага, а, то есть можно потом подойти к баскетболисту и, соответственно, подпись сделать. Понятно. Ну, отлично. Творческая зона будет. Да, да, творческая зона. Не только спортное творчество, это творческая зона. А здесь маленькие шарики, в которых можно попрыгать и поиграть с зайцем. Водичка тоже не помешает. Коля, будешь в воду? А подскажите еще, что это за домики у вас, вот эти вот? Это как раз элементы баскет-сити. Ага. Мы его будем дополнять с каждым разом, да? То есть это баскетбольный город? Это баскетбольный город, где живут юные баскетболисты. Так, а там дети, мол, бросают мяч в кольцо. Здесь дети бросают мяч в кольцо. Мяч мягкий специально для ребят, чтобы они не травмировались. Так, здесь еще и кегельбан. Малыш сейчас, я думаю, собьет. И... И... Бам! Есть! Идем дальше. Похоже, у нас уже время матча наступает. Людей становится меньше. Я думаю, за комфорт можно поставить 5 баллов, потому что здесь есть все для приятного времяпрепровождения, но это уже не новость, мне кажется. Мы здесь были и обсуждали это. Да, мы сделали полный круг, трубачи выступление закончили, а это значит, что скоро начнется баскетбол. Давайте... Давайте сейчас пройдем на арену и посмотрим, как будет это все начинаться дело. Путь с командой. Самые важные моменты. Неужели? Ноль-друг. Один из главных экспертов баскетбола в Петербурге за несколько секунд до старта матча «Зенит Барселона» пытается найти место на этом стадионе. То есть так все заполнено сегодня или что? Ну, по идее, да, я видел там практически салдаут, сейчас, правда, не подошли еще люди, но, видимо, они подойдут. Вот мне, например, сидеть негде. Так. Не знаю, что делать. Может, ты мне что-нибудь посоветуешь? Доступность, ч**, баллы. Минус балл за то, что он не может найти себе место. Окей, может, еще найду. Лучший петербургский спортивный журналист 2018 года Артем Кузьмин. Артем, ты приведешь сюда своего ребенка, чтобы он позанимался там баскетболом, побросал мяч на «Зенит». Слушай, да, я на самом деле собирался в воскресенье сегодня прийти, показать ребенку, что такое вообще баскетбол. Почему не привел? У меня есть опыт, когда я приводил ребенка на спортивные мероприятия, меня выгоняли, да. Но теннис – это более строгий вид спорта. Баскетбол – это для масс. Да, ну в воскресенье приведу. А, приведешь? Да. На «Зенит». Да, да, да. Хорошо. Потом расскажи. Хорошо. Хорошо. Мы готовимся подойти к Сергею Шнурову, который впервые пришел на баскетбол, на Евролигу, спросим у него что-нибудь. Если нас спустит так рано и не забьет. Что привело вас сегодня на баскетбол? Вы же обычно на футбол ходите. Баскетболисты были в Германии на нашем концерте. Это ответный такой жест доброй воли или даже, уж не знаю, взаимной симпатии. У вас есть песня про футбольный «Зенит» знаменитая, про баскетбольный. Хотите придумать? Пока еще не думал. Но мне сегодня понравилось. Я крайне удивлен, что полные трибуны и действительно атмосфера такая приближается уже к настоящему американскому баскетболу. Круто. Сергей, а почему вы не в майке «Зенитовской»? Почему вы в зеленой, не в «Сильской»? Я не знаю. «Зенит» у меня в душе. А почему вы запрекли, что на вас красный гольф и спартаковский? Спартаковский гольф и Сергей. Почему? А это... Вы дальтоники, они не красные. То есть вы точно не переквалифицировались в болельщика «Спартака»? Никогда. Часто будете теперь приходить на баскетбол? Я не знаю, как пойдет. А мы первый раз на баскетболе. Да, первый. Спасибо. Сергей Виттуров пообщался с нами, сказал, что он не превратился в «Спартаковца». Рады ли мы этому? Ну, раз мы живем в Петербурге, то да. Мы с вами! Мы с вами! Мы с вами! Мы с вами! Мы еще не оценили оснащенность арены. То есть здесь было очень много баскетбольных активностей для детей и взрослых. Вот один из главных спортивных журналистов Петербурга, Максим Михалко, многодетный отец. Кстати говоря, вот Максим, водишь ли ты своих детей на баскетбол? Да, мы уже много раз здесь были с сыном и на волейболе, и на баскетболе. Ему нравятся активности, то есть там предлагается бросать мяч, аква, грим. В том-то и дело, что сам по себе волейбол и баскетбол сына пока не очень увлекает, а сама по себе вот эта атмосферность, ощущение праздника, его привлекает, поэтому он сюда идет всегда с удовольствием. То есть можно сказать, что баскетбол – это действительно сейчас семейный вид спорта, куда могут приходить дети, взрослые, и для них есть здесь оснащенность развлечения? Я думаю, что так и есть. Потому что я даже специально сегодня перед матчем обошел Сибур-Арену, посмотрел за контингентом людей, которые стояли в очереди. В основном семейные были. Абсолютно разные. Не сказать, что это именно баскетбольная публика. Люди разного возраста, люди и с семьями, люди и молодые, люди уже более взрослые, что действительно люди идут сюда и посмотреть классный баскетбол сейчас уже, и в то же время развлечься, отдохнуть. В этом смысле очень большое достижение Сибур-Арены, но это показывает и не только баскетбол, но и даже, наверное, в большей степени волейбольный зенит, который за два года своего существования приучил людей ходить постоянно. И не просто ходить, но еще и раскупать атрибутику. Давай тогда за оснащенность баскетбольных всех активностей на этом матче поставим 4 балла, потому что были еще где-то свободные зоны, которые можно заполнить. Чтобы было и клубу, и организаторам, куда расти. Я думаю, что перед нашим следующим интервью можно попробовать посетить другие арены в других городах, например, в Химках, может быть, в Казани, и тогда уже будет объективная информация для сравнения. Но пока поставим четверку. Да, пока поставим четверку, чтобы было куда стремиться. Да, было куда стремиться. Все, спасибо. Зенит проиграл в Барселоне в первом домашнем матче Евролиге. Мы посетили этот праздник сегодня на Сибур-арене. И общее впечатление 5 баллов, а итоговая оценка 23 из 25. Организаторам браво, но все-таки еще есть над чем работать. Добирайте 2 балла в следующем году, придем и проверим. Пока, это был инспектор ЗОЖ. Субтитры подогнал «Симон»!